Процент смертности от туберкулеза по всему миру высок. Он входит в десятку заболеваний, приводящих к летальным исходам. Примерно одна четвертая часть населения Земли имеет скрытую форму туберкулеза. Это люди, зараженные туберкулезными бактериями, но еще не больные и не могут его передать. В группе риска по туберкулезу, то есть те люди, которые могут заболевать туберкулезом, наверное, можно разделить на группы. По причинам. Это социальные причины. В эту группу войдут люди, которые находятся в тяжелых, социально уязвимых слоях, живут в плохих жилищных условиях. Многодетные семьи, это скучные семьи, где много людей живут в небольшом доме. Это люди с плохим питанием, это люди с ослабленным питанием, это люди, имеющие вредные привычки алкоголизм, наркомания, что тоже подавляет иммунитет. Это ВИЧ-инфицированные люди тоже относятся в группу риска. Также люди есть по медицинским показаниям, которые тоже относятся в группу риска по туберкулезу. Это люди, болеющие такими заболеваниями, как сахарный диабет, как онкологические заболевания. Люди, получающие долгое время химию терапию. К сожалению, люди есть, которые на протяжении всей жизни могут получать гормональную терапию. Это тоже люди с подавленным иммунитетом. Пациенты, которые перенесли большие операции. Такие вот ослабленные дети, взрослые с анемией, что очень характерно для нашей страны, анемичное состояние. Также люди, кто находится длительное время в психоэмоциональном напряжении, стрессовых ситуациях. Эти все моменты, они способствуют усугублению иммунного механизма. И тогда организм, возможно, в организме развития заболевания туберкулез. Заболевание туберкулез ни в коем случае не передается по генам, как вы говорите.